Ну, бывали матчи, но, как правило, когда два игрока удаляется, это какой-то нонсенс. То есть должно что-то такое произойти, чтобы тут убили игрока или там тяжелая травма была. Но когда судья к 40-й минуте тебе дают две желтых, потом во втором тайме человек, картина падает, но в угловом флажке все все видели, да? И вопросов нет к нам, к тренерам, а к судейству тоже нет. Так судят-то они, так можно и семером оставить, пожалуйста, играть. Для чего, я не пойму. Значит, судей мы не можем обсуждать, только нас обсуждаешь. Что ты кричишь на скамейке, там, как вы играете в футбол. Ну, давайте будем судить тоже как-то с ними разбираться. Сейчас два игрока у нас пропускают. Из них, вот вы посмотрите, еще прокрутите моменты, посмотрите, какие были желтые карточки. И тогда будет все ясно. Пропускают лидеры. Курбан Алиев забил гол шикарный, забил Азембловский. При этом вы выиграли. То есть, несмотря на то, что играли, как считаете, против еще и судей, удалось выиграть. За счет чего характер команда проявила? Ну, при чем характер? Не только характер, а правильно сыграли. Первый тайм мы владели полностью преимуществом до удаления. Конечно, когда одного игрока нет, потом второго удаляют. Уже физически просто невозможно атаковать. Так что все, все они сыграли все по плану. Мы и с Рубином могли сделать положительное. Ну, то есть он и был положительный, но могли и выиграть вполне. Там тоже остались в меньшинстве. Да, можно сказать, что у вас любой со стороны человек, который не смотрел игру, может сказать, у вас дисциплина хромает в команде. Это можно занавесить, знаете, сколько таких там шаблонов. У вас удаляют, значит, недисциплинированные игроки. Но посмотрите по статистику, посмотрите других команд тогда. Поэтому здесь я считаю, что ребят, все, что к ним, нет никаких претензий. Вопросы у меня к судейству. Несмотря на то, что выиграли, осадок остался. Осадок неприятный. То есть это юношеское первенство России. Это не какая-то там первенство баня или еще что-то. Все-таки концовка 9 на 11. Тут именно на жилах, да, на характере. В обороне сыграли плотно, то, что подсказывали. Замены опять же сыграли. Ну да, я доволен ребятами, что они не рассыпались. То есть сыграли компактно. Здесь не только характер. Здесь они правильно сыграли. То есть каждый на своей позиции. Сыграл надежно и друг друга подстраховывали. Старались внимательнее играть. В штрафной площади тоже не было никаких зон свободных. То есть здесь просто не дали сопернику сыграть. Поэтому и получился результат. Начало сложное. Два поражения от Спартака и Зенит. Потом ничья в Казани. Сегодня первая победа. То есть по накатам набираете обороты. Ну у нас и давайте так, что Спартак и Зенит это одни из лучших команд. То есть я думаю, что они будут претендовать, да, на победу в общем первенстве. И поэтому попасть сразу на команду Спартак, в которой люди уже играют, ребята из ФНЛ уже играют. Вот. Или же Зенит команда сбалансированная вся. Нет вообще там слабых мест. Конечно, нам тяжело было играть с листа фактически. Вот. Поэтому сейчас мы все равно прибавляем. Можно сказать так. Когда проигрываем, учимся. Выигрываем хорошо. Но когда проигрываем, в этом тоже нет какой-то там трагедии. Правильно? Поэтому все нормально. Головная боль. Перед следующим матчем заменять дисквалифицированных? Ну конечно, игроки стартового состава. У нас нет 20 равноценных игроков. Мы, ребята, не зря. У нас 22 человека в команде. Мы будем надеяться, что решим эту проблему. Сейчас игра уже в среду. У нас ждет календарь сейчас среда и следующее воскресенье, по-моему. Поэтому плотный график. Сейчас три игры в неделю. Будем стараться варьировать состав. Гестрал, вам удачи. Спасибо. С победой. После первого в сезоне поражения 0-2, при том, что играли 9 против 11 в концовке. Чего не хватило? Ну, наверное, прежде всего исполнительского. Здесь мастерства сложно сказать. А именно вот этих моментов, когда можно было успокоить игру и перевести ее, ну так даже в первом тайме, начиная с первого тайма, именно под контроль, под свой, решили, что могут малой кровью добиться. Победы. Ну, сегодня с нас сняли корону. Это нормальное явление. Увереннейший старт в матчах с командами Грозными, с Чертанова и с Динамо. Вот сегодня это могло сказаться, что команда где-то недооценила соперника, да? То есть ребята немножко подрасслабились, может быть? Ну, я уже сказал, с нас сняли корону. Конечно, это было то, как они вышли. Они думали, что за счет легкой трусы их предупреждали на вчерашнем, то, что рассказывали про соперника. Вчера у нас было собрание, как раз рассказывали о том, в какой футбол играет соперник. Плюс к этому то, что сегодня на установке. Ну, было видно, что команда вышла. Она, с одной стороны, вышла не то, чтобы с шапкозакидательское настроение, но не была той нормальной спортивной агрессии, которая была в предыдущих играх. 9 на 11, два человека в преимущество у вас было. Вот в таких ситуациях что нужно делать? То есть больше индивидуальных действий, больше, казалось, не хватало передач острых прямо штрафную, много поперечных, продольных и так далее. Ну, то есть то, что свойственно детям, они поняли, что у них получается то, что они должны были раньше делать. Под контроль взять, когда играли мы 11 на 11, а когда получилось 9 на 11, они уже почувствовали, что они могут с мячом работать. И вот эти лишние касания, лишние передачи, они только убивали темпы игры и, естественно, создавали проблемы команды. Ну, в данной конкретной ситуации было видно, что мы сегодня вряд ли сможем эту игру вытянуть, как в предыдущих играх там. Потому что, я еще раз повторяю, не было вот той агрессии, спортивной агрессии, которая в каждом игровом эпизоде заставляет человека действовать сверх даже своих возможностей во многих эпизодах. Потому что соперники достаточно серьезные, но сегодня посмотрели, думали о том, что соперник вроде бы послабее, исполнители там похуже. Ну, это как раз сыграло с нами злую шутку. Не безразличный футбол команде, и кто-то из ребят даже плакал. То есть, говорит о том, что ребят переживают не просто так все. Конечно, это естественно. Ну, слезы, это знаете как, после поражения можно плакать. Ну, плакать от обидного поражения. А оно сегодня поражение, мы его, ну, честно, такого не бывает, конечно, там сказать заслужили, но мы его заслужили сегодня. Спасибо большое, без травм, главное, да, здоровья, успехов. Михаил Заботкин, нападающий командой Строгино. После матча с ФШМ победа 2003 года 2-0. Уверенная победа по результату, но матч был очень тяжелый. Да, да, во-первых, хочу поблагодарить всех пацанов за самодачу, за желание играть. Кто поддерживал нас, тоже им огромное спасибо. Взяли первые три очка, будем идти дальше. А, к себе лично по матчу вопросы, претензии, либо похвалишь. Много боролся, много бодался, много цеплялся. Всем ли доволен? Ну, выполнил основу к тренеру, задачу на игру, в общем, думаю, да, сыграл. Сложная игра, и в концовке играли 11 на 9, больше оборонялись, да, таким вторым номером действовали на контратаках. Получили две красных карточки, получилось, ну, надо было перестраиваться уже, от обороны больше играть, да. Первая победа, какие эмоции в целом, то есть в раздевалке, сейчас будете праздновать, можно будет, наверное, какой-то пирог купить отдельно на всю команду. Эмоции только положительные, все ребята молодцы, и будем идти дальше сейчас, только рады. Без травм. Михаил Сидорин, нападающий команды ФШМ, которая сегодня проиграла первый матч в сезоне, первое поражение в сезоне от Строгино, дома 0-2, в отличие от прошлой игры, когда Михаил сделал хитрик, выйдя на замену, сегодня переломить ход матча не удалось, тоже вышел во втором тайме, но поражение, что причина тому? Я думаю, первая причина, это недооценка соперника. Соперник очень хорошо сыграл в обороне, и в атаке у нас было мало-мало моментов, чтобы забить. К себе, лично, персонально, есть претензии по игре? Ну, конечно, есть, если я поставил себе планку, такую, как в прошлой игре с Динамо, конечно, есть претензии. Ничего не получилось? То есть, плотно играли в оба? Да, был момент один, вот, я его не реализовал, это уже плохо, это уже претензия. Играть 9 на 11, у вас было два футболиста большинства, чего вот в такой ситуации нужно делать, чтобы забивать, вам это не удалось? Ну, я же говорю, команда Саргинова очень хорошо сыграла в обороне, плотно, ну, практически все игроки были в штрафной площади. После такого старта, очень удачного, 7 очков, 3 матч, сегодняшнее поражение, это что? Где-то расслабились, не повезло, недооценка, опять же, да? Опять же, недооценка, да, может быть, пацаны устали, вот, и будем улучшать. Ты ждешь себя в стартовом составе, или выход на замену, уже планирована такая история, которая из матча в матч повторяется? Ну, это уже у нас секрет. Как тренер решит, так я и выйду. Главное, помочь команде, и все. Кто-то заплакал даже после матча, настолько тяжелое поражение? Не знаю, у пацанов, конечно, есть эмоции. Вот, я думаю, любое поражение тут, это обидно, всегда обидно, просто некоторые по-разному переживают. Без поражений, без травм, самое главное, удачи, успеха!